Вы слушаете радио болткома. Утро на болткоме. Утро на болткоме. Всем доброго утра. Здравствуйте, Олег Георгий Александр Шунин. И чем прекрасна вообще вот летняя погода, что что на свежем воздухе снова разрешены занятия. Занятия различными видами спорта, мероприятия, ну и в том числе и лечебными всевозможными гимнастическими упражнениями. И в частности, такие вот занятия Цигун сейчас начинаются в Юрмале, уже начались. И эти занятия абсолютно бесплатные. Вот как это все будет проходит, мы поговорим с организатором, ну не с организатором, с тем, кто проводит, собственно, проводителем. Доктор, автор книг и мастер Цигун, Игорь Кудрявцев с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и вот действительно о том, как организованы сейчас эти занятия, кто может присоединиться к ним, насколько группа ограничена по количеству человек. Занятия в этом году начались уже с 1 июня. Организаторы главные, это европейские социальный фонд и Юрмальская дума. И эти занятия бесплатны для участников. Можно прийти и просто позаниматься. Прийти туда может, ну в принципе, любой человек, но, к сожалению, сейчас ограничения по количеству. 20. 20 участников в группе. То, что вы, может быть, сейчас видите на фоне, это с прошлого года. Вернее, с позапрошлого, когда ограничений не было. Но все равно солнце, море, природа и все остальное остается. И слава богу, в общем-то. Так что прийти может любой. Единственное, что если собирается народу больше, чем надо, то те, кто, так сказать, опоздал и не вписался, те остаются на некотором расстоянии. Там как бы образуется такая какая-то спонтанная другая группа. Ну, обычно мы так и делаем. То есть никого не выгоняют, просто ареал становится шире. Да, мы не выгоняем, конечно. Ну, просто, если формально говорить, ну вот 20 человек можно, а вот там какие-то люди пришли, я как бы за них не отвечаю. Но они делают те же движения, что и все остальные. Ну и что, они же смотрят. А они могут находиться на расстоянии. Формально, поскольку, конечно, оно справедливое. Не регламентированное, между прочим. То есть могут быть те же два метра. Поэтому, конечно, но все равно лучше записаться. Лучше записаться – это обязательное условие организаторов. Лучше записаться, потому что, ну, конечно, там если придет не 20 человек, там 23 или 24, ну ладно, те четыре будут где-то там за границей стоять. Но чтобы не было очень много, потому что у нас когда-то на эти занятия приходило, ну, у нас рекорд 78 человек. Это уже многовато. Где проходит… А, и где можно записаться прежде всего? Да, и территориально где проходят. Записаться, значит, во-первых, занятия где проходят. Занятия проходят в Мелуже, на пляже. На пляже Мелуже и на пляже по вторникам в 18.30. На пляже Мелуже по вторникам в 18.30 и на пляже Каугури по субботам в 10 утра. Так, и надо звонить тем инструкторам, которые отвечают за проведение занятий. Если вы хотите… Сейчас можно назвать телефонами? Да, конечно. Значит, что касается вторников, там у нас ответственная за регистрацию ИЛЗа, и ей надо звонить 29 142 142. Это вторник в 18.30 в Мелуже, в конце улицы Пелду. В конце улицы Пелду. Ну, на сайте Юрмала.ЛВ там информация в общем есть. А в субботу в Каугури в 10 утра около спасательной станции. Ну, там сложно промахнуться, потому что это единственная дорога на пляж большая. В 10 утра это ведёт Наталья, и её телефон 29 640 699. Я сразу хочу отметить, если кто-то не успел зафиксировать время, место, имена и номера телефонов, конечно же, потом вся эта информация появится на портале МиксНьюс.ЛВ со всеми ссылками, в том числе на Юрмала.ЛВ. Не волнуйтесь, всё будет. Всё будет хорошо. Вот. Прийти может любой человек. Ну, поскольку это мероприятие официальное, конечно, оно проводится на государственном языке. Но я думаю, что с этим проблемой уже никого нет. Из наших постоянных жителей и граждан. Но, тем не менее, просто имейте это в виду, синхронного перевода не будет. Что ещё может прийти начинающий? Тот, кто вообще никогда не приходил, ничего не знает. Но если вы действительно придёте в первый раз, то рекомендую инструктору об этом сказать. Потому что есть упражнения, которые начинающие выполняют немножко по-другому. Но мы обычно предупреждаем. Предупреждаем, что вот начинающий делает так, а остальные чуть по-другому. Все упражнения очень простые. Часть стоя, часть сидя проходит. Все очень простые, выполнить может абсолютно любой. Но задача в том, чтобы освоить хотя бы несколько вот таких движений целебных. Повторять их регулярно, и тогда будет хороший эффект. Потому что главное вот это регулярность. Правильное дыхание, правильное движение, мягкое, плавное, без рывков и сильных перегрузок. И правильное мышление. То есть успокоить свой разум. Это одна из целей цигуна. Что нужно взять с собой и как одеваться для занятия? Одеваться по погоде. С собой, если есть желание, можно взять какой-то коврик для сидения. Но на пляже обычно все сидят на песке. Если даже ничего не взяли, полотенце или что-то такое. Если дождь. Если дождь, то в Каугури по субботам. Там обычно прячутся на спасательной станции. А вот у меня уже там спастись негде. Поэтому надо брать с собой зонтики. Но что интересно. Мы начинаем, держа зонтик в руках. Через 20 минут любой дождь прекращается. Это уже не первый раз. Мы там с 2010 года. Это уже 2011 год. Энергия ЦИ, она как-то влияет на погоду. Вы можете долго смеяться, но так оно и есть. Ну и все, больше ничего. Там единственное, надо будет отметиться в списке. И отметить свой номер телефона. Поэтому вот это надо сделать обязательно. То есть, вы можете взять с собой свою ручку, если вы боитесь какой-то инфекции. Но этого на самом деле бояться не следует. А, к слову? То есть, занятие длится полтора часа. Полтора часа. Само занятие, да. Мы обычно начинаем, скажем, в 18.30. Ну и активная часть идет в течение часа. Ну а потом, если есть вопросы, если есть неясности, разговоры еще примерно полчаса длятся. Вот так. То есть, на все отводится полтора часа. Можно прийти заранее немножко, чтобы место найти. Да, и если сильный ветер с моря, то мы там в Мелу же прячемся в лесу совсем недалеко от пляжа. Но это всегда видно. Идя по дорожке, надо, там такая скамейка с мусорником, надо посмотреть направо. Нет ли там людей на полянке. А как узнать, сильный ли ветер с моря? По кайтбордистам. Кайтбордисты очень любят этот ветер. Ну это, знаете, такие, на парашютах по воде. В общем, если ветер, который не дает нам заниматься, уже подходя к пляжу, видно вот эти крылья, которые летают. Значит, все. Значит, туда идти не надо, потому что ветер такой, что сдувает. Поэтому мы прячемся там в лесочке, но это легко, опять же, заметить. Вот. Ну, в общем, в целом так вот, наверное, все, можно приходить. А, учитывая нынешние все требования, ограничения и прочие подобные вещи, а спрашивают ли QR-коды, сертификаты, справки какие-то? Нет, организатор этого не требует. Не требует. Единственное, что, ну, конечно, группа должна соблюдать дистанцию 2 метра. Но маски не надо надевать на свежем воздухе? Нет, на улице они не имеют смысла вообще. Тем более, если 2 метра. Ну, что-нибудь одно. Или 2 метра, или маска. Вот. Я еще раз говорю, если вы видите там вот картинку у меня за спиной, то это с прошлых лет. Вот. Когда дистанции не надо было соблюдать. Нет, здесь не отбирают ни по QR-кодам, ни почему. Просто приходите, и все. Причем вы не обязательно должны быть жителем Юрмала. Вы можете жить где угодно, просто. То есть, можно, рижане тоже могут совершенно спокойно, бесплатно принимать участие? Любой абсолютно человек, да. Ну, рижанам сейчас есть где позаниматься. У рижанам тоже есть очень много бесплатных занятий в Риге. Тоже в рамках этого же большого проекта. Как долго он будет продолжаться? Вот вы сказали, что он 1 июня начался. До конца сентября. До конца сентября. Значит, последнее занятие будет где-то... Сейчас я посмотрю. Ну, это, в принципе, понятно. Вот сентябрь у нас получается... Значит, последнее занятие будет 28 сентября. Ну, и получается, что 2 раза в неделю, каждую неделю, можно приезжать или в Мелужи, или по субботам в Каугури. Или в Каугури, да. Ну, поскольку Юрмала длинная, то организаторы решили, что надо одно поближе к центру, а второе там где-нибудь подальше. Но Мелужи избрана, потому что там все-таки народу чуть поменьше. Не такая активная курортная зона. Ну, Каугури, понятно. Каугури – это отдельная часть. Вот. И, ну, собственно, вот и все. Проходите, попробуйте. Можно ли... Это очень просто, я еще раз говорю. Очень просто, и эффект чувствуется довольно быстро. То есть, если человек... Вот дети, кстати, реагируют очень хорошо. Поскольку мы на пляже, так сказать, открыты для всех. Мимо идут люди. Ну, люди смотрят спокойно. А вот маленькие дети, они вот часто останавливаются. И вот автоматически он как-то движется туда, к нам. Вот ему тоже хочется попробовать или ей, ребеночку. Наверное, чувствует хорошую энергию. Очевидно. Для человека, который только начал заниматься, ну, вот придет в первый раз, к концу лета, вот какие могут произойти изменения, я не знаю, то есть, вот сможет ли он освоить уже, будет ли он считаться? Если вот, не знаю, в цигуне, как в карате, какие-то пояса разных цветов или какие-то градации? Нет, цигуне этого нет. Это потому что каждый достигает своего. Кто-то хочет избавиться от стресса, кто-то хочет, чтобы спина не болела, кому надо, чтобы голова лучше работала и так далее. Сравнивать такие результаты бессмысленно. Но к концу года, если заниматься регулярно, ну, есть еще пособия, есть и видео, очень много бесплатных видео. Например, у меня на Ютубе. Пожалуйста, можно открыть и смотреть. К концу года, конечно, лето за 4-й месяца человек, конечно, освоит некоторые приемы и для расслабления, и для улучшения общего состояния. Чувствовать себя точно будет лучше. Потому что все вот эти три сокровища, цигуна, как называемые, это правильное дыхание, правильное движение, правильное мышление, они результаты дают. И это несложно. Это надо просто делать. Спасибо. Действительно, мы тогда адресуем всех, кто слушал, заинтересовался на радио, прослушал наш разговор с Игорем Кудрявцевым. На сайте Микс Ньюс будут еще раз телефоны и контакты. Конечно, конечно, все подробности. Телефоны, контакты, что, где, когда, чтобы брать с собой, к чему готовиться, это, разумеется, будет. Огромное спасибо. С нами был мастер-цигун, доктор и писатель Игорь Кудрявцев. Мы поговорили о этих оздоровляющих и разум, и душу, и тело о бесплатных занятиях на морском берегу. Спасибо огромное. Спасибо. А, господин Кудрявцев, всего доброго. Хорошего дня. До свидания. Спасибо. Ну и на этом утро на Болткоме завершается, но наш эфир продолжается. Радио Болтком.